МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! Это время итогов на телеканале Юрген. И вот чем запомнилась нам эта неделя. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Рожать стало выгодно. Способы поощрения и станут ли рода работой? Куда уходит КВН? Нешуточный прибыль в Сочи. Председатель госсовета КОМИ Игорь Ковзель побывал с рабочей поездки и в Индии в Иркуте. Впечатления и результаты визита в нашем эксклюзивном интервью. В городах и районах КОМИ наблюдается бум рождаемости. На 30% в сравнении с 2011-м выросло количество семей, в которых на свет появился третий и последующий дети. Специалисты отмечают, что одной из причин улучшения демографической ситуации мог стать региональный семейный капитал. То есть денежные выплаты за рождение ребенка. К слову, около 200 малоимущих семей из КОМИ, в которых уже в новом году появились третьи и последующие дети, будут получать ежемесячную выплату. Ее размер – это установленный в республике прожиточный минимум ребенка. Сегодня он в среднем по региону составляет 7873 рубля. Одни не видят ничего предрассудительного в плате за новую человеческую жизнь, другие находят этот способ поощрения рождаемости более чем спорным. Станут ли роды работой, выяснял Максим Катаев. Итак, знакомьтесь. Ратибор, Ярослава, Екатерина. Причем на трех детях семья Деминах останавливаться не намерена. В планах четвертый. Хорошим подспорьем станет ежемесячная региональная выплата. На нее могут рассчитывать нуждающиеся семьи с тремя и более детьми. Размер установлен на уровне утвержденного в республике прожиточного минимума ребенка. У нас Ратибор ходит на тэквондо, на шахматы. Тэквондо – это, конечно, очень дорого, очень много денег на это уходит. Турниры, аттестации, все деньги, все форма. Все это стоит много денег. Поощряет республика многодетные семьи и региональным материнским капиталом. За каждого третьего и последующего ребенка родители получают 150 тысяч рублей. И этими деньгами совсем не обязательно косить ипотеку, тратить на образование детей или положить себе на накопительную часть пенсии. Можно, например, какую-то часть пустить на коммуналку. У нас есть хорошее событие, что у нас за последний год родилось, если брать последние десятилетия, самое большое количество детей – 12 534 ребенка. Что в этом еще цифре хорошего? То, что вторых детей родилось больше, чем первых. А значит, работает материнский капитал федеральный, и третьих тоже больше родилось, и заработал региональный семейный капитал. Кроме рождаемости, власти Коми стимулируют и усыновление. Сейчас в республике стартовал федеральный проект единороссов «России важен каждый ребенок». В рабочую группу, которая займется его реализацией, вошли приемные родители, представители СМИ, руководители профильных организаций. Руководителем проекта назначен глава соц. агентства республики Илья Семяшкин, координатором, депутат госсовета Коми Людмила Афанасьева. Этот проект, который направлен на развитие той деятельности, которая прописана в указе президента 1688, который был подписан перед Новым годом, и направлен в первую очередь на стимулирование семейного устройства детей-сирот во всех регионах. То есть главная, может быть, даже его цель – это Россия без сирот в детских домах. Этот проект направлен на поддержку российских усыновителей. Неудивительно, что он нашел понимание и среди парламентской оппозиции. Нужно сохранять свое население, тем самым помогать в будущем. У нас же еще 90-е годы не дали пока еще тот результат, который мы в любом случае получим, потому что там практически мало кто рожал. Сейчас они вступают в активную фазу. Рождаемости, да, семьи прибыли, семьи становятся семьи, женятся, замуж выходят. И мы получим, естественно, отток. В Коми, кстати, еще до начала этого федерального проекта стали стимулировать усыновителей. Сейчас за каждого принятого в семью ребенка они получают единовременную выплату в 200 тысяч рублей и в четверть миллиона, если ребенок с инвалидностью. И впервые в 2012-м жители республики усыновили больше детей, чем иностранцы. Впрочем, не только социальные выплаты стимулируют родителей и усыновителей. В Коми идет активное строительство дошкольных учреждений. В Визинге, например, детский сад номер 9 переехал в новое здание, где создано 50 дополнительных мест. Родители уже подают заявление в районное управление образования. Мамы сейчас многие сидят и находятся по уходу за ребенком. Им надо выходить на работу, а они не могут, потому что нет места в детских садах. Ввод нового здания детского сада ликвидирует очередь в дошкольные учреждения в Визинге. И республика, заявил Вячеслав Газер, продолжит строительство. Только в этом году, в 2013 республике, мы сдадим еще в строй, войдут 8 новых детских садов и 2 еще начальных школ детского сада. Но, естественно, это будет продолжаться и дальше. До тех пор, пока не просто ликвидируют очередь дошкольные учреждения, но и самое главное, еще параллельно разберемся со всеми нашими детскими садами и школами, которые находятся сегодня в ненадлежащем пока состоянии. Очень может быть, такой демографический подход приведет к появлению новых профессий – родителей и усыновителей. Впрочем, власти Коми проблемы в этом не видят. Главное, чтобы семьи были благополучными. Максим Катаев, Олег Жуковский, Олег Юшков. Об итогах перелома в республиканской демографии. Впервые сразу шесть команд КВН из Коми выступили на недавнем фестивале Кевин-2013 в Сочи. Перечислять команды не станем, а отметим лишь, что в центральную лигу никто не попал, но наши КВНщики отметились сравнительно высокими баллами. Ни для кого не секрет, что КВНу после появления огромного количества ситкомов и жанра стендап-камеди живется нелегко. Однако наши, до сих пор веселые и находчивые, без труда собирают полный зал у себя дома. А вот на выезде все получается не так хорошо, как этого бы хотелось. Почему, знает Евгений Райкин. Очередная репетиция с иктывкарской команды КВН «Брюсли». На носу фестиваль Центральной Рязанской лиги, куда ребята попали благодаря успешному выступлению в сочинском Кевине. На подготовку к игре всего месяц, поэтому студенты собираются каждый вечер в подвале родной общаги. Именно здесь рождаются и шутки, и здесь же, на импровизированной сцене, идеи воплощаются в жизнь. Реквизитная у нас очень большая, от дубов-кладунов еще осталось, там очень много вещей еще, хватит играть и играть. Так, костюмы свои, вот тоже, опять же, институт немножко помог, там деньгами купили костюмы ребятам в этом году новые. В составе команды 10 молодых, в движении веселых и находчивых всего второй год. Однако уже сейчас они добились успехов и в родной республике, и за ее пределами. На сочинскую сцену студенты из Коми вышли со своей фишкой. Вот в том же Сочи стараемся заявиться, что мы приехали из Сыктывкара. Все-таки для людей из Сыктывкара-то непонятно где и непонятно что там. Поэтому какие-то свои моменты стараемся выносить. Ну и плюс, пишем более текстовый юмор, не те же миниатюры, не те же, опять же, случаи в аптеке, а стараемся писать более текст. Трепещи вышка, Сыктывкар! Кстати, в этом году нашу республику на Кивине представляло рекордное количество команд. По одной из Воркуты, Инты и четыре из столицы Коми. Вот только отличились всего три из них. Брюс Ли покинул фестиваль с повышенным рейтингом. Сыктывкарские Би-Би-Би и Пробник получили простой рейтинг. Остальные, по всей видимости, не впечатлили жюри. Впрочем, и те, и другие получили бесценный опыт. Теперь предстоит работа над ошибками. В зале сидели одни из КВНщики, которых рассмешить или взорвать, такое есть понятие в КВНе, да, зал, было очень сложно. Наши выступления, все наши шутки, все наши миниатюры абсолютно нам нравятся, да, и до выступления нравились, мы на них рассчитывали. Но что-то не получилось. Может быть, перенервничали. Нам приходилось три часа стоять в очереди, чтобы ждать наше выступление. Сборная Воркуты уже составила свой рецепт эффективности. Расширить и омолодить команду, а также обновить стиль выступления. К следующему Кивину заполярные юмористы намерены подкачаться в Лиге Балтика. Питерский фестиваль стартует уже в начале марта. Мы не сыграны еще, у нас нет своего стиля. Ребята с разных команд играют в сборной Воркуты. А у каждого человека свое понимание юмора, свой стиль. И, безусловно, это очень сложно. Для этого нам нужна сейчас Лига Балтика, чтобы целый год поездить туда, набраться опыта, сплотиться, сыграться и уже с багажом материала ехать в Сочи. И это самый правильный ход, отмечают эксперты. Именно в центральных лигах, аккредитованных Международным союзом АМИК, КВН-команда, особенно из провинции, может повысить свой профессиональный уровень. Во-первых, публика там совершенно другая. Если местные любители посмеяться неискушенные и приветствуют легкий знакомый юмор, то понравиться неродному зрителю – вот это уже мастерство. В городе Сыктывкаре люди любят, когда шутят про город Сыктывкар. Это понятно. Но когда команда выезжает за пределы республики Коми, весь вот этот объем юмора, который у команды копился, про республику Коми, про Сыктывкар становится не то, что неинтересен, непонятен зрителю в России. Зритель в России просит юмор на общероссийские, общемировые темы. Это уже гораздо сложнее. Во-вторых, КВН-движение в Коми хоть и на подъеме, но уровень его по-прежнему низкий. Играть со слабым соперником – значит ничему не научиться. А в центральных лигах соперники куда серьезнее. С командой уже, как правило, подходит к юмору более серьезно. Не так типа «Эй, собрались, давайте в КВН поиграем». А то есть команды целенаправленно идут, методично работают. Все хотят попасть в телевизор, к Маслякову-старшему. Поэтому это просто кропотливый такой тяжелый труд. А если взять наше обычное дело, то как бы для удовольствия ребята играют. Хотя, конечно же, тоже все хотят к Маслякову-старшему и в телевизор. За последние годы популярность игры КВН в республике заметно выросла. Только в столице Коми можно насчитать с десяток команд. А местные фестивали всегда собирают полные зрительские залы. В Сыктывкаре тенденция складывается в расширении возрастных рамок вообще зрителей. Если раньше это были там сугубо студенты, там 17, там 20 лет, там 21, то сейчас можно увидеть и людей 40, и 50, и даже более лет. Многие даже приходят с детьми. А еще в республике лет 10 назад зародился КВН на Коми-языке. В отличие от оригинального, который развит в городах, где много молодежи и студентов, национальное движение в основном охватывает сельские районы. Это Карткирос, Усть-Кулон, Визинга, Ижма и Сыктывкар. Характер шуток тоже соответствующий. Во-первых, язык емкий. Во-вторых, тематика различается. Я очень надеюсь, что меня поддержат коллеги, которые в движении. И вот этот рамк ограничения. Пусть это будет до 75, до 80, до скольких человек может шутить, пусть они приезжают к нам на КВН. И думаю, что это вольет тоже новую кровь в наше движение. Транспортные расходы, организационные взносы, аренда помещений, декорации. Особенно эта проблема острая для жителей глубинки. Коми-КВН финансирует Миннац-региона, но средств хватает лишь на один фестиваль с два года. Хотя энергии у сельчан и желание выступать хоть отбавляй. Правда, молодежь инициативу проявляет не всегда. Поэтому нынешнее руководство движения предлагает расширить возрастные рамки. Если это все у русскоязычных как-то на поверхность, вот сегодняшний день. А у нас, в Коми, это все как-то связано с историей, все связано с нашим укладом жизни. И это очень хорошо. Вот эта приемь, она все равно везде есть. И даже она проявляется в Коми-КВН, и мне это очень отрадно. Впрочем, несмотря на трудности, КВН по Коми, как и русский КВН в нашей республике, продолжает жить полной жизнью. В шестой раз он пройдет в октябре этого года. Евгений Рагин, Василий Янин. Об итогах тернистого пути КВН движения в Коми. На этой неделе Игорь Ковзель впервые в статусе председателя Госсовета Республики с рабочей поездкой посетил наши главные северные города – Воркуту и Инту. В Воркуте спикер Госсовета Коми работал два дня. Руководитель парламента региона пообщался с местными депутатами и студентами, посетил спортивные и культурные объекты города. В следующие сутки работы Игоря Ковзеля были посвящены Инте, где он встретился с коллективом компании «Интауголь», посетил комплекс Инта «Приполярное» и ряд социальных учреждений. Какие проблемы были в центре внимания и какое впечатление в целом произвели северные города на спикера парламента в интервью «Времени итогов» прямо сейчас. Игорь Владимирович, в первую очередь посетив Воркуту, вы решили встретиться с Советом города. Чем обусловлен вот такой выбор? Мы обсуждали вопросы сотрудничества между Государственным Советом и Советом муниципального образования. Хорошо. В целом программа посещения Воркуты, вот она такая серьезная, обширная. И какое же мнение у вас сложилось по итогам посещения этих объектов? Что касается объектов, которые мы посмотрели, конечно же, вызвало интерес, прежде всего, это строительство нового спортивного объекта. К сожалению, столкнулись сегодня с трудностями при его строительстве, затянули со сроком сдачи, но, исходя из того, что я увидел и услышал, я думаю, что в ближайшие перспективы мы увидим этот объект запущенным в строй. То есть процесс идет, он не остановился. Мне очень понравилось отношение воркутинцев к спорту, к вообще здоровому образу жизни. Очень много людей занимается спортом. То, что я увидел на спортивных объектах, сколько секций, сколько групп, сколько детей занимается, порадовало. Действительно, хочу сказать, что в Воркуте очень много делается для спорта. Что касается социальной сферы Воркуты, как обстоят дела? Вы знаете, мы побывали в детском доме, достаточно тяжелое было посещение, потому что, конечно, видеть детей, которые были брошены своими родителями, но при всем при этом дети очень хорошие. То есть ребята молодцы, они с большим оптимизмом смотрят в жизнь, стараются свой быт разнообразить в детском доме, учатся, занимаются, опять-таки, спортом. Прямо вот после нашей встречи ребята пошли все почти что на различные спортивные секции. У них есть даже достижения неплохие, там, по боксу. Посетили школу, открыли лингофонный кабинет. Я такого не видел еще, на самом деле. Думаю, что в республике, ну, наверное, по пальцам можно посчитать такие лингофонные кабинеты. Современное оборудование, средства связи, выход в интернет, скайп, программное обеспечение. Все это было сделано за спонсорские деньги компании «Воркута Уголь». И остается только позавидовать тем ребятам, которые учатся в таких прекрасных условиях. Вот если не уходить далеко от социальной темы Инта, как там стоит дело с социальными объектами, потому что вы посетили их, ну, довольно-таки большое количество. В Инте мы побывали в поликлинике. Это, наверное, сегодня самая острая проблема, которая стоит по социальным объектам. Поликлиника Инты – неплохое здание, но проблема с ремонтом кровли. Затекание идет. Понятно, что здание старое, кровля старая, надо ремонтировать. Вот эта проблема существует. Сегодня мы будем искать варианты с республиканским правительством, как эту проблему решить. Опять-таки, в связи с тем, что поликлиника перешла с 1 января под республиканское финансирование полностью, надо искать деньги сегодня в республиканском бюджете. И эту проблему мы поднимаем, будем ее решать. Есть о чем похвастать. Сегодня Инта, конечно же, смотрится немножко по-другому, чем два года назад. Стал намного светлее город. Освещенная улица, освещенная площадь, освещенная водонапорная башня – это памятник. Очень понравилось тоже отношение к спорту. Посвятили мы спортивные объекты, бассейны, посмотрели, как малыши занимаются, как ребята постарше. Массовые катания вечерние на катке. Ну и непосредственно касаемо общения с Вашими коллегами на местах. Впечатления от встречи с депутатами Инты? Работа, которую сегодня наладили они с руководством города, она показывает, что город развивается. Видно, что работает единая команда. Видно, что люди болеют за свой город, болеют душой и работают на благо города. Ну, вместе с тем, озвученные проблемы, те проблемы, которые озвучили депутаты, они взяты сегодня на контроль государственным советом. Вопросы по взаимодействию, по обеспечению депутатов муниципальных образований дополнительными материалами для подготовки законопроектов, проведения семинаров, обучения – это те вопросы, которые в ближайшее время планируем реализовать. Смотрите во второй части «Времени итогов». Гриб дошел до нашей республики. Чего ждать и как встретить? Читать больше не перелистать. Бумажная книга в фаворе только в коме. Юрген в деревне. Все, что не покажет новое реалити-шоу. Итоги для здоровья. В этом году в гости эпидемиологи ждут так называемый грипп Гонконг. Его последняя масштабная эпидемия пришлась на 60-й год прошлого века. Тогда вирус охватил весь мир, как результат немало летальных исходов. Врачи говорят, что бороться с ним можно так же, как и со свиным гриппом, который бесчинствовал в республике в 2009 году и тоже унес несколько человеческих жизней. Виктор Прокушев подготовил вспомогательные итоги для всех, кто дорожит своим здоровьем. В регионе зафиксированы первые заболевшие гриппом. Врачи утверждают, к нам вернулся так называемый H1N1-09 – свиной грипп, который атаковал республику в 2009 году. Тогда были даже летальные исходы. Главврач инфекционной больницы рассказывает, кому его стоит опасаться в первую очередь. В группу РИСК у нас входят обычно дети, беременные женщины, пожилые люди после 65 лет и больные, которые имеют хронические тяжелые заболевания. Ну, это что там у нас. И люди, которые имеют большую массу. Главный внештатный эпидемиолог Минздрава Республики Коми Нина Овчинникова успокаивает. С пришедшим врагом врачи уже знакомы. Мутации вируса пока не зафиксировано. Циркулируют вирусы гриппа А, H1N1- сезонный, H1N1-09 или в народе, как говорится, свиной грипп. Дальше это H3N2 и вирус гриппа В. Была информация о некоторых изменениях вируса H3N2. В принципе, этот же вирус вызывал эпидемию в Гонконге в свое время, 60-е годы, но глобальных изменений нет. Тем не менее, старый H1N1 остается очень опасным. Буквально в первые двое суток после попадания вируса в организм могут появиться осложнения, вплоть до пневмонии. Чтобы такого не произошло, при первых же симптомах надо обращаться к специалистам. Высокая температура, вялость, слабость, аденомия, боли в мышцах, характерная головная боль в лобных отделах и надбровных областях. Могут быть различные кровотечения, носовые кровотечения, в основном геморрагические высыпания. Впрочем, горожане ведут себя спокойно, и болезни их мало волнуют. А вообще боитесь гриппа, что это эпидемия? Нет. А почему? А не знаю. Идем вечером в лук, целуемся. Здоровый образ жизни, вот так прогулка. Не общаюсь с больными людьми. Я уже болею. Уже? А почему так весело, а этому отвечаете? Ага, что плакать. Заболел, значит, все, заболел уже. А как лечитесь? В поликлинике разные эти самые, уколы, прогревания всякие разные, лекарства. Анатолий Худин утверждает, последний раз болел 40 лет назад, небольшая простуда. А все потому, что народную медицину считают самой эффективной. Специальные травки и настроение повышают, и от гриппа спасают, утверждает фитотерапевт. Грипп, я считаю, как волк. Он догоняет слабых. У кого иммунитет нормальный, те не болеют гриппом. И прививки не делают, и маски не носят. Настойка ромашки, алоэ и черемухи. Вот настоящая защита от эпидемии, утверждает Анатолий. И тут недавние сызмы привезли мне шикшу. Есть такая трава, которая и на иммунитет хорошо, и на сосуды действует. Она такая не очень красивая, но мы ее тоже положим. Хоть фитотерапевт прививок ни себе, ни своим детям не делает, других все же отговаривать не берется. Каждому свое, говорит травник. Она должна опуститься, когда она настаивается. А вот врачи утверждают, главная защита от гриппа – вакцинация. В этом году иммунизировано четверть населения республики. Это должно заметно снизить заболеваемость. Все эксперты отмечают о том, что довольно-таки удачно был сделан прогноз. И данная вакцина должна обеспечить должную защиту населения от тех возбудителей, которые циркулируют. В Печоре, Сысельском и Усть-Куломском районах уже зафиксировано превышение эпидемпорога, в то время как природ заболеваемости отмечен на всей территории республики. Врачи к такому были готовы давно. Успели вы привиться от пришедших штаммов вируса или нет? О профилактике забывать не стоит никогда. Все же есть масса методов – лечебные травы, таблетки, иммуномодуляторы и просто защитные маски. Пик заболеваемости ожидается уже через неделю, а это значит, нужно серьезнее отнестись к своему здоровью. Минздрав предупреждает. Виктор Прокушев, Иван Богомолов, Василий Янин о начале борьбы с гриппом. Завтра на нашем канале премьера. В эфир выходит реалити-шоу «Юрген в деревне». Собственно, название отражает содержание. Наши ведущие журналисты приехали в деревню на несколько дней, чтобы с головой погрузиться в сельский быт. О том, как встретила их глубинка, радость или разочарование вызвала сельская жизнь у звездных гостей – все это мы покажем в новом телепроекте. В эфир выйдут сразу несколько серий о приключениях наших коллег. Подробности съемочного процесса расскажет Татьяна Супряткина, одна из участниц этого реалити-шоу. За окном минусовая температура, то снег, то морозы. А тут на экране вдруг лето, яркое солнце, зеленые листва, трава по колено, а в ней гуси да утки. В общем, одни положительные эмоции. Именно это и хотели передать авторы реалити-шоу «Юрген в деревне». Показать февральскими вечерами лето, чтобы зритель мог окунуться с головой и ощутить это тепло. Итак, поехали! На часах полпятого утра. Сбор группы возле телецентра. Несмотря на такую рань, наши журналисты в полной боевой готовности. Во всех смыслах. Хоть и ждет нас деревня, но трес-код, уже привычный по образу жизни и работе, никто менять не стал. Тот же макияж, прически и шпильки. Дорога до села Иб Сыктывдинского района, а именно туда мы и направляемся в гости к фермеру Неблинская. Час езды от Сыктывкара. Кто-то по пути спит в ожидании неизвестного, а кто-то просто морально настраивается. Очень тяжело вставать с петухами. Начинается наше путешествие. Кому-то везет каникулы в Мексике, а у нас и... Ты думаешь, что мы приоделись так? Сейчас там лучшего парня на деревне сейчас найдем. И вот она, деревня. Идем заселяться. Мы еще в полудреме. Все-таки на часах нет еще даже и шести утра, а у фермера работа уже кипит. Времени на то, чтобы прийти в себя нет. Поэтому быстро переодеваемся, на смену туфлям и юбкам приходят потертые джинсы и резиновые сапоги. Мы готовы к работе. О, товарищ инструктор. И вот утренние построения. Работа, как обычная, ничего такого тяжелого, сверхъестественного нет. Справятся, я думаю. От такого фронта работ небольшое смятение. Еще до конца не осознавая, что же все-таки нас ждет, распределяем между собой работу. Я наделаю на воду. А у вас еще один. Готов, жить будет. В итоге работа сама нашла каждого из нас. К счастью, тут ее хватает. И не только на наши шестнадцать рук. Давай, тут разгружай. Что-то ты маловато взял, наверное. Разгружай тут, я не знаю. Нормально я взял. Нормально. Половина еще высыпалась. Мы опромечиво с Женей решились, взялись за навоз. Он не пах, вопреки нашим ожиданиям, потому что мы больше всего именно этого боялись. Но он был на самом деле тяжелый, поэтому ребятам мы попросили помочь. Потом мы носили дрова туда-сюда, очень веселились с этой тележкой. Здорово, интересный момент будет. Ну, поехали. Там тонна чистого свежего мяса и мышцы энергии, которые рвутся на пастбище. Думаешь, тонна там есть? Да, а он цепь на руку мотает. Опыт общения с деревней у меня уже был, потому что отдыхал в детстве на Украине у бабушки, поэтому некоторые представления не имел. Но, тем не менее, было интересно. Я не боялся работы, поэтому, когда девчонки нам предложили поменяться, опять же, сменить дрова на навоз, особо не расстроился. Тем более, что мы с Эдуардом Бушуем там мило так, спокойно, в спокойном темпе работали. Пока все куда-то бегали, нам было вообще замечательно. Работа работой, а обед по расписанию. Во всяком случае, должен быть. Будем учиться топить печку. Как это делать? Как это поступать к ней? К печке такой. Как это выглядит вообще? Слушай, а бересту-то куда ложить? Знаешь? Так, соль кому нужна будет, добавим. Как же будете горячее? Какая каша вкусная. Не соленая, правда. Ты сильно не толкай, я не усею. Может, трактор заведем? В нем больше поместится. Ну, как известно, орудие журналиста – это перо. Ну, вернее, ручка. Тут пришлось перо отложить и взять в руку. В руки лопату, грабли, метлу, тележку для дров и все что угодно. И вилы даже в руки брали. Физически было тяжело. Правда, это действительно не секрет. Два дня такой тяжелой интенсивной работы. Хотя фермеру, к которому мы приехали, это все казалось странным, что мы так реагируем. Но по поводу самого проекта хочу сказать, что мы смеялись на съемочной площадке, мы смеялись, когда монтировали эту передачу. Я думаю, что и зритель улыбнется, когда посмотрит наши попытки того, как журналист, сменил профессию на фермера, скажем так. Га-га-га! Эй, товарищ! Они не хотят пить воду. К глубокому удивлению, возможно, и разочарованию фермера, мы быстро утомились. Видимо, сказались чистый свежий воздух, раннее пробуждение и тяжелая деревенская работа. И это прошло всего-то два часа после нашего приезда на съемочную площадку. А что же будет дальше? Но, думаю, впрочем, пока еще не стоит раскрывать всех секретов. Итак, телепроект стартует уже завтра, в течение двух месяцев. Вы сможете понаблюдать за нашими приключениями в коме-деревне. Татьяна Супряткина, Василий Янин об итогах испытания на прочность у журналистов телеканала «Юрган». Пришло время топ-7 новостей за неделю от телеканала «Юрган». Смотрим прямо сейчас. В Сысельском районе с рабочим визитом побывал глава коми. Вячеслав Гайзер проинспектировал ход реконструкции моста через реку Малая Визинга и принял участие в торжественном открытии художественного отделения школы искусств и здания детского сада. 138 сотрудников полиции коми отправились в служебную командировку на Северный Кавказ. Как сообщает Республиканская МВД, командировка продлится 180 дней. В Усть-Куломском районе вновь активизировались волки. За два месяца хищники загрызли нескольких собак. В Усть-Куломе их кибаньёля. Два человека погибли в автоаварии на 15-м километре трассы Усть-Уса-Харияга. Как сообщает пресс-служба ГИБДД, самосвал пробил боковые барьерные ограждения и рухнул с моста. Более трёх миллиардов рублей в бюджеты различных уровней вернули судебные приставы коми в 2012 году. Почти треть суммы – это долги по налогам. В Национальной библиотеке коми стартовал новый мегапроект с книгой «По жизни». Он продлится весь год и охватит несколько населённых пунктов республики. С 1 февраля пенсии в коми увеличились в среднем на 600 рублей. Индексация составила 6,6%. Трудовые пенсии по старости составят 13,190 рублей, по инвалидности – 8,060 рублей, в случае у Терри Кормильца – 7,315 рублей. По данным Российской книжной палаты, средний тираж, изданных в прошлом году книг, составил 4,600 экземпляров, то есть на 8% меньше, чем в 2011 году. Уменьшилось и количество издательств почти на 2%. Тиражи падают на протяжении последних трёх лет, но их падение не отражается на количестве читателей. Их не становится меньше, просто они уходят в сегмент электронных книг, сообщает портал newsru.com. Существует даже социологическое исследование, в котором примерно 65% опрошенных сказали, что покупают бумажные книги реже, чем 5 лет назад, так как перешли на электронные. Уйдут печатные издания в историю или бумажные носители ждёт новая и счастливая жизнь, знает Светлана Некрасова. Быть или не быть, знаменитый гамлетовский вопрос теперь относится и к книгам бумажным. Согласно последним исследованиям, число их поклонников стремительно падает. Читатели нынче предпочитают книги электронные. Те, кто продаёт электронные книги, ничего странного в этом не видят. Электронный томик со стандартными 16 гигабайтами памяти способен вместить больше тысячи книг. Это целая библиотека, которая занимает не десятки полок, а всего лишь несколько квадратных сантиметров плоскости. К тому же гаджет постоянно совершенствуется. Уже появились книги на электронной бумаге. Читать такие можно даже при ярком свете. Энергии они почти не потребляют и на одной зарядке позволяют перевернуть до 12 тысяч страниц. То есть вы поедете в отпуск, закачали сюда книжки и зарядку брать не надо. Один из поклонников электронной книги, предприниматель Фёдор Овчинников, уверен, Бумажные томики скоро исчезнут, и через 5-6 лет они снова превратятся в лучший подарок. Потому что выпускаться будут редко, в дорогом переплёте и на хорошей бумаге. Ничего страшного в этом бизнесмен не видит. Это просто прогресс. Многие переживают, любят книги на бумаге. То же самое, что в Месопотамии, когда были глиняные таблички, люди переживали, что давайте вернём глиняные таблички. Или кто-то будет говорить, давайте ездить опять на телегах вместо автомобилей. То есть это неизбежный процесс перехода в электронную. Это просто, опять же, эта форма, это носитель. И то, что умирает бумажная книга, там нет ничего страшного, трагичного. Кстати, сам Овчинников в своё время был владельцем солидного книжного бизнеса. Но потом от него отказался. В том числе и из-за растущей популярности электронных книг. Директор издательского дома Коми Надежда Быковская с тем, что бумажные носители канут в лету, категорически не согласна. И если этот вопрос и встанет, то лет через 20, не раньше. Но и тогда от бумаги не откажутся. Любая информация проживёт дольше на бумажном носителе, чем в электронном. Ещё раз говорю, да, электронное – это вот где-то что-то. Но это… ну вот это наша история. И пойдёт всё параллельно. И на бумажном носителе необходимо это всё увидеть и в электронном варианте. Кстати, предположение о том, что Коми-классика проживёт в бумажном варианте дольше, чем русская, Надежда Быковская отмела. По её словам, возможность скачивать национальную литературу у владельцев электронных книг появится в ближайшем будущем. Причина – введение в школах обязательного изучения Коми-языка. Детям нужны будут учебники и художественные произведения. Года через 3-4 начнётся массовый выпуск бумажных книг, а чуть позже и электронных версий Коми-классики. Но традиционные томики Юшкова и Торлопова останутся. В скорое забвение бумажных книг не верят и в национальные библиотеки Коми. Посетителей здесь меньше не стало. Вообще, в принципе, у нас стабильное количество уже на протяжении многих лет. Несмотря на какие-то новые процессы, которые происходят в этой сфере, количество читателей у нас не падает. И приблизительно то же самое, можно сказать, о посещениях и о количестве выданных книг. Однако вирус электронизации проник и в стены книгохранилища. Теперь здесь не читатели, а пользователи. Именно так записано в официальных документах. Кроме того, число посетителей портала библиотеки во всемирной паутине постоянно растёт, тогда как остальные показатели, как уже сказано, остаются стабильными. В книжных магазинах пока тоже всё стабильно. Число покупателей, по словам менеджеров, не меняется, как и контингент клиентов. Если это школьники и студенты, то это, конечно же, учебная литература. Люди среднего возраста, они покупают детскую литературу для своих детей. Это художественная литература, детективы, классика, фантастика. Стабильность – это, вне всякого сомнения, хорошо. Но продавцов книг электронных она вряд ли устроит. Особенно после бума прошлого года. Продажи будут высокими, но, скажем так, по отношению к 2012 году увеличения в разы уже не будет. Но, допустим, в 2012 год увеличение продаж книг электронных по отношению к 2010 году было порядка, по-моему, в 3,5 или 4 раза продажи. Ну, по крайней мере, в нашей компании. Сейчас мы планируем, что будут увеличения продаж, и статистика об этом говорит, ну, раза в 1,5 всего лишь. Пока торговцы электроникой ждут роста продаж, поклонники традиционных носителей по-своему объясняют, почему бумага не умрёт никогда. Чтобы не быть судьями в этом негласном противостоянии, обратимся к статистике. Она показывает, электронной книгой сегодня владеет каждый десятый житель страны. Остальные девять пользуются традиционным бумажным вариантом. Вместе с тем четверо из этих девяти уже собираются приобрести гаджет для чтения. В итоге получается ничья. Светлана Некрасова и Екарь Данилов об итогах размышлений о будущем книги бумажной и электронной. Это все итоги уходящей недели. Смотрите Юрген. Ну, а мы с вами увидимся ровно через 7 дней. Субтитры подогнал «Симон»!